Взгляд Ближний Восток встревожен Загадочная диверсия с нефтяными танкерами Л. Ближний Восток встревожен Загадочная диверсия с нефтяными танкерами 13 мая 2019, 21 фото, текст, Артем Филиппов Вот уже более суток обсуждается загадочная история с актом саботажа на четырех нефтяных танкерах в территориальных водах УАЭ Происшествия потенциально способны стать катализатором глобальных процессов, включая войну Чем опасно данное происшествие, что о нем известно на данный момент и как это связано с геополитическим контекстом происходящего на Ближнем Востоке Первые сообщения о нескольких взрывах в порту Фуджейру появились в воскресенье около 11 часов утра в ливанских СМИ В частности, ливанский телеканал «Алмайадин» заявил, что около 4-7 утра в порту горят от 7 до 10 танкеров Иранское телевидение со ссылкой на видео из соцсетей и сообщения очевидцев перечислило названия танкеров Среди которых два, предположительно, саудовские, еще два принадлежат АЭ-1 Доминиканской республике Помимо прочего, сообщалось, что среди подвергшихся этаке танкеров есть супертанкер, способный перевозить более 2 миллионов баррелей нефти, более 318 тысяч тонн, и один танкер типоразмера Афромакс с объемом полезного груза до 120 тысяч тонн Следующие сообщения «Алмайадин» по этой теме появились в 4 часа пополудни, и до полуночи телеканал проводил многочисленные интервью с экспертами, которые обсуждали, может ли этот инцидент привести к военной эскалации в регионе Между тем власть ОАЭ и Эмирата Фуджира опровергли сообщения о взрывах на территории порта Их слова подтвердил веб-сайт Maritime Bulletin, сообщивший, что танкеры, оказавшиеся замешанными в данном инциденте, находились не в порту, но в нескольких милях от него на внешнем рейде Фуджиры Более того, к ним не высылались пожарные катера, а это значит, что информация о пожарах также не соответствует действительности Однако вечером 12 мая власть ОАЭ признали факт саботажа и повреждению четырех танкеров, не называя их тип и национальную принадлежность В понедельник утром министр энергетики Саудовской Аравии заявил о диверсионном нападении в отношении двух саудовских танкеров, один из которых шел пустым, чтобы принять груз сырой нефти для последующей доставки в США По словам официальных источников, акты вредительства не привели к человеческим жертвам и загрязнению нефтью, однако суда получили серьезные повреждения Тем не менее, Рият воздержался от того, чтобы указать на предполагаемых виновников этой странной диверсии До сих пор нет никаких визуальных доказательств фактов саботажа Неизвестно, каким образом они осуществлялись минами, торпедами, ракетами или чем-то другим Кто стоит за этим, также неизвестно Официальные лица Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ весьма сдержанно комментируют происшествия, осудив инцидент и призвав мировое сообщество не допустить подрыва свободы судоходства в Персидском заливе Несмотря на многолетнюю напряженность в Персидском заливе, атаки на нефтяные танкеры после 1991 года оставались редким явлением Саудовская Аравия продолжала осуществлять перевозки нефти через Армузский пролив даже во время так называемой «танкерной войны» Фазы Ирано-Иракской войны 1981-1988 годов, когда обе воюющие стороны атаковали вражеские суда с нефтью в заливе Экспорт нефти также не останавливался во время Первой войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах В 2010 году в результате взрыва бомбы получил повреждение японский танкер M-Star, стоявший на внешнем рейде Фуджиры За это нападение ответственность на себя взяли исламские радикалы из бригады Абдулла Азама, связанные с Аль-Каидой, террористическая организация, запрещенная в России В 2018 году саудиты обвинили йеменских повстанцев-хуситов в атаке на два нефтитанкера своей национальной транспортной компании в проливе Бапа-эль-Мандеп, заявив об угрозе международной торговли нефтью в регионе Персидского залива Порт Эмирата Фуджира находится в 140 километрах к югу от Армузского пролива, соединяющего Аманский залив с Персидским заливом Через это узкое устье проходит треть всей сырой нефти в мире Порт расположен в стратегически важной точке, позволяющей обслуживать морские маршруты в Персидском заливе, на индийском субконтиненте и в Африке Но какова реальная угроза свободному коммерческому судоходству? Что на самом деле произошло? Противоречивые сообщения порождают еще более противоречивые толкования Не делает картину яснее и тот вопрос, зачем кому-то понадобилось распускать слухи о взрывах в порту и пожарах на танкерах Если предположить, что за дезинформацией стоят проиранские источники То почему монархии залива, являющиеся геополитическими конкурентами Тегерана, до сих пор прямо не указали в качестве виновника Иран Хотя предлог выглядит очень своевременным Новейшая история знает примеры, когда войны начинались и из-за меньшего повода Воскресный инцидент случился после того, как в четверг морская администрация США, подразделение Министерства транспорта, предупредила о возможности нападения на нефтяные танкеры со стороны Ирана С начала мая существует повышенная вероятность того, что Иран или его региональные союзники могут принять меры против интересов США и партнеров Включая инфраструктуру нефтедобычи, на фоне своей недавней угрозы перекрытия Армузского пролива, говорится в заявлении администрации Иранцы также предупреждают о заговорах с участием иностранных игроков Иранский телеканал Press TV уже предположил, что саботаж мог быть вызван беспилотниками из Емена или даже США, сбрасывающими бомбы, чтобы зажечь регион В последние дни напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном обострилась на фоне отправки США авианосца в Персидский залив и введения очередной порции антииранских санкций, на что Иран пригрозил ответить ударом в голову Не добавляет спокойствия и экстренная отмена визита госсекретаря Майка Помпея в Москву Вместо этого американский чиновник направился в Брюссель для обсуждения с партнерами по НАТО ситуации в связи с угрозами Ирана приостановить выполнение части своих обязательств по ядерной сделке Любой реальный инцидент в нефтяном коридоре Армузского залива, безусловно, вызовет экономические проблемы во всем мире До сих пор УАЭ и Саудовская Аравия предпочитают называть случившееся в воскресенье саботажем, не раскрывая деталей, что только порождает новые слухи Между тем на фоне немедленного роста цен на сырую нефть барабаны войны в Персидском заливе начинают звучать все громче Остается ждать, с чем Помпея прилетит во вторник в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путином и министром иностранных дел Сергеем Лавровым Известно, что изначально в повестке обсуждения значились Афганистан, Сирия, Венесуэла Но ситуация вокруг иранской ядерной программы и напряженность в заливе, безусловно, займет весьма важное место в ходе переговоров Текст, Артем Филиппов